Мастерство приходит с практикой и не может появиться лишь в ходе чтения книг. Порядка 60% учебного времени курсанты проводят на полевых занятиях. Будущие командиры должны не просто получить определенный набор знаний по своей специальности, но и уметь их применять в боевой работе. На факультете с сентября месяца по март и апрель мы проходим сертические занятия, занятия на малом артистическом полигоне, занятия в парках, в учебных аудиториях. И апрель месяц у нас является месяцом практической стрельбы на полигоне Сиповички, где курсанты с первого по четвертый курс выполняют практические стрельбы из разных систем. Начинают с гаубицы Д-30, стоящей на вооружении сил специальных операций. Сегодня курсанты делают первые выстрелы. Снарядов, как говорится, не жалеют. Каждый должен побывать в роли всех членов расчета, от заряжающего до командира. Выполняем задачу номер один, стрельба прямой наводкой. Первый раз стреляем. Понравилось очень сильно. Поначалу вообще было страха немного было. После первого выстрела спокойно себя чувствовали, слаженно. На соседней площадке работают расчеты минометов 2Б11. Здесь осваивают технику точной стрельбы второкурсники. Один из них – внук фронтовика-артиллериста, участника Великой Отечественной войны Станислав Линокуров. Моя задача – командир орудия руководить стрельбой. Принимать команды старшего офицера на батареи. Миномет простой, достаточно легкий. Это 30-прямая наводка была. Цели мы видели. Здесь мы не наблюдаем. Самые точные попадания, безусловно, у выпускников. Часть из них идет служить десантные соединения. Поэтому будущие офицеры энергично учатся вести стрельбу из минометов «Нона М1». Недавно они поступили на вооружение сил специальных операций. В основном на факультете запоминаются полигоны, стрельба. Мне больше всего запомнился полигон на третьем курсе, когда выполнял огневые задачи старшим офицером батареи. Тогда мы стреляли из 2С1 «Гвоздика». Изучили мы очень много систем. Мне больше всего нравится это ГАУБИЦ Д-30. Поэтому я бы хотел распределиться именно на эту систему. Качество полученных курсантами знаний сегодня станет определяющим в подготовке рода войск завтра. Совсем скоро молодым командирам предстоит самим обучать солдат, руководить подразделениями и личным примером показывать, как надо выполнять боевые задачи. Сергей Чураков, Дмитрий Бондарович, Александр, соц. телекомпания ВНТВ. Специально для программы «Наше утро».